Эта выставка кочует из города в город. Пейзажи, портреты, сюжетные зарисовки, всего более 80 картин с современными героями за авторством такого же современного художника Никаса Сафронова. В Курск экспозиция прибыла из Белгорода, без самого автора. Как вы думаете, почему он не приехал на открытие выставка, открылась его, его нету? А я не могу знать, почему он, а почему не приехал, не знаю. Это некогда, видимо, ему. Не во всех городах, он бывает в Белгороде, вот был, да, устраивал пресс-конференцию для журналистов, конкретно нам ничего не объяснял, но давайте спишем это на занятость. Я, конечно, пришел его увидеть, живьем хотел, но он раз не приехал, как говорится, устал, может, после Белгорода. Никас Сафронов художник экстравагантный, его творчество вызывает и споры, и восхищение. В экспозиции полотна даже разместили по оригинальному принципу, например, в первом зале по цвету. И не страшно, что изображение ведущего Николая Дроздова соседствует с портретом отца художника. Все выдержано в зелено-коричневой гамме. Во втором зале галерея портретов продолжается. С кого они написаны, узнать легко. Я вспоминаю свои юные годы, когда мы смотрели фильм «Римские каникулы». Потом я следила за ее историей жизни, посвятила себя благотворительности африканским детям. Я не ожидала эти портреты. Не зря пришли. Нет, нет, что, что, что. Я вообще подтолкаюсь. Рядом с портретом Одри Хёберн Леонардо Ди Каприо и Николь Кидман. Сходство фотографическое. Только изображены голливудские актеры в старинных костюмах. Это портреты из серии «Река времени». Известные люди, показанные в разные эпохи. Никас Сафронов как раз известен тем, что пишет с натуры музыкантов, артистов, политиков, а еще кошек. Они символично связаны с его биографией. Однажды в Египте он в лабиринте увидел кошку, которая его вроде бы выручила. Он попросил ее подарить, ему и с тех пор очень полюбил тех животных, сравнивает их с собой. И вот на серии портретов, которые исправлены, так скажем, это были портреты знаменитых людей, но потом они автору разнравились через некоторое время, и он вместо их лиц изобразил лица кошачьих. Получилось очередное модное направление. Гоголевский персонаж, женщина бальзаковского возраста, боевой кот в отставке. В этой галерее образов кошки, вероятно, по авторской задумке, должны отображать внутренний мир тех, вместо кого Сафронов их изобразил. Точно можно угадать по крайней мере один портрет. С усами, хвостом и палитрой это сам художник. А если бы вам Никас Сафронов предложил портрет, то вы себя в каком образе видите, в каком костюме, в каком интерьере? Я бы повисела здесь рядышком, в хорошем смысле этого слова, я бы тоже, наверное, была в виде кошки, в каком-нибудь таком историческом платье. Я думаю, я бы дополнила эту коррекцию. Глядя на все полотна Никаса Сафронова, можно придумывать, фантазировать, размышлять. Возможно, какие-то символы на картинах будут непонятны с первого раза. Не случайно Сафронова называют современным Сальвадором Дали, со своим видением, а точнее дрим-виженом. Это своего рода визитная карточка Никаса Сафронова, его личное изобретение, занесенное в Книгу рекордов Гиннесса. В России он единственный, кто пишет в этом стиле. Это многословная живопись. Первый стиль пишется, потом стирается, потом пишется еще что-то, возможно, тоже стирается. И в конце концов, вот таким методом проб и ошибок создается картина. Дрим-вижен можно толковать как видение. Никас Сафронов определяет это как впечатление о том, что он видел во сне за 15 минут до пробуждения. Пограничное состояние между сном и явью в светлых тонах художник представил «Итальянское утро». В прошлом году я путешествовала по Италии. Особенно мне поразила Венеция. И вот в этой картине я увидела именно такое впечатление, что я на гондоле. Мы запели «Катюшу», а в гондоле было 8 человек. Я подняла глаза, и вот из этого окошка я увидела женщину. Вот, знаете, вот, мне кажется, вот это окно, вот это окно. И смотрела эта женщина. Она нам настолько махала рукой. Перенестись в художественный мир Никаса Сафронова из праздного интереса в поисках смысла жизни или иной культурной потребности можно в течение месяца. Каждый увидит в его картинах то, что ищет.